Итак, смотрим, Василий Олейников подача в штрафную площадь, удар головой и гол забивает Сергей Самодин свой девятый мяч в сезоне. На столе листок составами, в голове куча футбольных нюансов, от тактических схем до правильного произношения фамилий. Голос Сергея Воронина сопровождает все домашние матчи Шинника, а начиналась комментаторская карьера с просмотра футбола в детстве. Позже хобби стало работой. Это классно, да, работать, комментировать футбол, получать эмоции, сам получаешь, да, и передавать. Тем зрителям, которые следят за футболом, за игрой. Для кого-то работа, а для Александра Архангельского футбола одно большое путешествие. Все начиналось с поездки во Владимир на матч Шинника 10 лет назад. Несколько сезонов назад был на всех гостевых матчах любимой команды. Ездил в Бразилию на чемпионат мира и во Францию на чемпионат Европы. Больше всего запоминаются непосредственно новые места. То есть такие места, как Владивосток, Калининград, ну, озеро Баскунчак, на котором мы бывали уже неоднократно. Если мы едем в тот район, мы обязательно на него заезжаем, потому что это наше российское мертвое море. Будущие звезды Шинника пока отрабатывают передачи в зале. И о дебюте в большом футболе только мечтают. За матчами профессиональных команд следят, как зрители. Многие знают футболистов прошлого и настоящего в лицо. И в этом мы убедились. Это футболист очень старый. Мне кажется, Пеле. Футболист. Роналду. Он играет сейчас. Видел, но я не знаю. Именно я не знаю. Это Кришчану Роналду. Да. Больше всех дальше пока. Я его видел, но я его не помню, как его зовут. Месси. Мы все знаем. Хотя бы команду его дает. Ну, Шинник. Мне кажется, это Эльдар Незамудинов. Он же хороший игрок очень. Так, Капитан. Он раньше играл в футбол, сейчас уже закончил. Аршавин. Андрей слышал на Аршаве. А, нет, слышал. Ну, шел уже. Комментатором стал. Играть в футбол можно, не вставая с дивана. В этом помогут спортивные симуляторы. Михаил Воронин, один из лучших киберфутболистов области, сам не прочь погонять мяч живую. Симуляторы только помогают в реальном футболе. Можно эти финты посмотреть и сделать определенное, это потом действие, попробовать на тренировке. Посмотреть, как игрок бьет. Вот так же прийти на тренировки, что-то сделать. Посмотреть, как они открываются. Этот день футбола украсят матчи Лиги Чемпионов. А до следующей игры в Ярославле осталось чуть меньше трех месяцев. Шинник Акурат перед другим женским праздником сыграет с Уралом в четвертьфинале Кубка России. Дмитрий Жданюк, Георгий Иванов и Евгений Бушуев. День в событиях. Георгий Иванов и Евгений Бушуев.